Сегодняшнего дня Талабек Джаилов вступил в должность Акима Ламедунского района. Хоть и сменилось место работы, кабинеты и подопечные, не поменялось самое главное – это обязанности. Привлечение защиты инвестиций, обеспечение продовольственной безопасности, улучшение инфраструктуры, повышение потенциала доходной части местного бюджета и улучшение жизни местного населения. Хоть все поменялось, я имею в виду область, вместо неизменным остались цели. Для начала я проведу опрос местных жителей, послушаю пожелания и проблемы и буду действовать дальше. Моя самая главная задача, как главы района, это улучшение жизнедеятельности населения и их поддержка. В восьми районах Чуйской области назначены новые руководители. Они были представлены коллективу сегодня, а также вступили в должность. А некоторые бывшие руководители районов были переведены или освобождены от занимаемых должностей. Аким Гиминского района назначен Акимом Нокенского района Джалабадской области. На его место прибыл Алайбек Джумаев. Марш Сакараев освобожден от занимаемой должности руководителя госадминистрации Алмедунского района в связи с переходом на другую работу. На его место назначен Аким Токтагульского района Талайбек Джаилов. Руководитель Джаилского района Трузбек Нугоев назначен Акимом Карасуйского района Орской области. На его место прибыл Аким Сузакского района Джалабадской области. Аким Московского района Мерлан Карагулов вратирован Тогусторойский район в Джалабадскую область. На его место назначен Незбек Козуев. Также Аманхан Кинджибаев теперь Аким Каракульджинского района Орской области. Вместо него работу в Сукухском районе будет вести уже бывший Аким Араванского района Курбанбек Айтибаев. Аким Панфиловского района Эмира Манкулов не прошел аттестацию, далее был освобожден от занимаемой должности. На его место назначен Аким Базаркургонского района Бакат Козуев. Аким Руслан Тайгашкаев из Окатинского района освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. На его место ротирован Нуралы Курмантаев, бывший глава Каракульжинского района. Аким Чуйского района Манас Османалиев не прошел аттестацию, далее был освобожден от занимаемой должности. На его место назначен Аким Аксийского района Держгалбек Шакиев. Интересы местного населения должны быть приоритетными. Новые руководители должны по-новому взглянуть на проблемы региона и принять незамедлительные меры по их решению. В настоящее время перед каждым Акимом стоит задача на практике доказать эффективность ротации. Такое мнение выразил председатель Кабинета министров Удукбек Марипов на рабочем совещании. Такая практика создает условия для кардинального улучшения системы подбора кадров на государственные и муниципальные должности и способствует формированию плеяды эффективных управленцев, реально владеющих навыками работы на местах населения. Это очень важно, учитывая, что две трети населения страны проживает в сельской местности. Уверен, что ротация руководителей регионов станет одним из инструментов формирования сильного резерва кадров, из которого в дальнейшем будут назначаться руководители, в том числе, республиканского масштаба. Атестация и ротация Акимов – это требование времени. Такой механизм улучшит систему отбора кадров на государственную и муниципальную службу. А так, если мы будем засиживаться в одном месте, тем более там, где родился, и оттуда и появляются всякие негативные явления, как умовство, местничество, коррупция. Потому что если человек долго сидит в одном месте, тем более в родном селе, он обязательно подвергается эрозии, понимаете, деформации. А тут совершенно другая среда, которая призывает тебя новым успехом. И ты уже начнешь работать над собой и добиваешься той цели, которую ты ставил в самом начале жизни. Напомним, что ротация Акимов проведена в соответствии с указом о новой государственной кадровой политике. Данное решение принято в целях устранения конфликта интересов, коррупционных рисков, обеспечения нейтральности в деятельности глав местных администраций. Рахат Батребеков, Таниль Бактабеков, СТВ, Чуйская область.